Всем привет! Я Арина и это Технокухня. Мы как-то рассматривали навороченную материнскую плату под AMD от Sapphire. Теперь настала очередь Intel. Pure Black X79N – единственная плата от Sapphire с сокетом 2011. И в ней производитель постарался воплотить все возможные технологии. Многих смущает наличие вентилятора на радиаторе чипа. На самом деле он не шумный. 1700 оборотов для 40-мм вентилятора – это немного. Интересно, что под нагрузкой чип не сильно нагревается, и обороты вентилятора не растут. Конечно, можно было просто сделать большой радиатор. Но данная плата рассчитана на несколько видеокарт. Они могут быть горячими, и тут как раз вентилятор будет спасением. Далее есть претензия, что слотов для памяти всего 4. Учитывая возможность установки 8-гигабайтных планок, у пользователя будет до 32-гигабайт памяти. Разве это мало? Нам наоборот не нравится нагромождение слотов под память, половина которых будет все равно простаивать. В системе 2011 реализована 4-х канальная система памяти, и чтобы насладиться ею, нужно занять все слоты памяти. Но в реальных тестах ощутимый прирост дает только 2-х канальный режим. 3-4 канала добавляют лишь несколько процентов к производительности. Чем цепляет эта системная плата, так это наличием 6 слотов для видеокарт. Именно все 6 слотов полноценны, минимум с 8-кратной скоростью. Можно установить 3 видеокарты, и для всех них будет 16-кратная скорость. Помимо акселераторов, можно устанавливать любые карты расширения, типа TV-тюнера и RAID-контроллеры. Вместо 7-го слота – разъем для дополнительного питания видеокарт, и он понадобится, если установлено более 3-х акселераторов. Не поддерживается SLI, но это логично, учитывая, что производитель выпускает карты от AMD. Вообще, возможности платы избыточны. 12 USB, 4 из которых версии 3.0. 2 гигабитных лана. Bluetooth. Есть 6 внутренних USB-выходов, 2 из которых USB 3.0. Плата имеет 8 разъемов, 4 из которых версии 3.0. Не забываем также про 2 Yosato разъемов. На плате присутствует весь знакомый джентльменский набор, состоящий из табло с паскодами, кнопок сброса BIOS, Reset и Power. Есть рычажок при включении BIOS. На плате есть две BIOS микросхемы. Также можно отметить площадку для снятия напряжений. BIOS дает нам все возможности для мониторинга, управления скоростью вращения вентиляторами, разгона и многих других опций. Но разгон удобнее осуществлять прямо в Windows через фирменную Trix утилиту. Мы разгоняли наш процессор до 4,7 ГГц, что является хорошим результатом. И все же отметим сырость BIOS. Не всегда он работает стабильно. Плата Асупер трудится на наших тестах и пока что нас не подводила. Наша награда золото. Спасибо, что вы были с нами. Увидимся.